СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Официально открыт год Даниила Гранина. И нам показалось важным, не только интересным, но и важным, поговорить об этом писателе, об этом человеке. Мы собрали людей, которые его хорошо знали, и Гранин будет сегодня как бы четвертым и главным гостем нашей программы. Как всегда, в прологе я сдаю один и тот же вопрос, люди на него отвечают, я их представляю. Вопрос очень простой. Даниил Гранин – писатель, которого не надо представлять, его все знают, и тем не менее, есть молодые люди, их довольно много. Которые могут или мало о нем знать, или ничего даже о нем не знать. Скажите, пожалуйста, как объяснить людям, коротко, кто такой Даниил Гранин? Вот как объяснить молодому человеку, кто это такой? Если у нас на программе есть дама, то она всегда первая. Белла Алексеевна Куркова, заместитель главного редактора телеканала «Россия и культура». Ну, для меня Гранин – многогранная личность. Я 35 лет с ним работала как журналист. Мы сняли с ним множество фильмов. Это в основном были монологи. Можно я вначале расскажу, как я собирала материалы к фильмам? Вы знаете, Данил Александрович обожал прогулки. Ну, вот, например, он звонит мне на работу и говорит. Белла, пошли на рынок. Я говорю, у меня сейчас совещание, не могу. Ну, я тебя очень прошу. Ну, ладно, я еду. Приезжаю, мы идем с ним на рынок. Сытный рынок – это самый старый рынок в Ленинграде. Идем мы на рынок. Зачем? Выбирать антоновские яблоки. Но по пути мы беседуем. Значит, он из меня вытаскивает информацию, что где происходит вот в журналистском мире. А я ведь тоже понимаю, что у меня шансы, потом нужно будет делать передачи. Я из него достаю информацию. Я говорю, слушайте, а что такое, говорят, выходили в гости Колье Бергольц есть пирожки с укропом. И он начинает увлеченно рассказывать о том, как Ольга Бергольц пекла совершенно изумительной вкусноты пирожки с укропом. И он ходил в дом, который носил название «Слеза социализма», потому что был построен специально для художников, литераторов, значит, большевиками. Без кухонь, без каких-то подсобных помещений. Просто с тем, что в первом этаже была и детская для всех, была и кухня для всех, и ванная для всех. И они бедные. Потом всю блокаду Ольги Федоровны, значит, с мужем, пока он был жив, значит, они готовили на плиточке, на подоконнике. А подоконник был очень узкий. Александр, я хочу сказать, что вас можно бесконечно слушать, и мы еще это будем делать. Но можно я представлю других участников? Потом мы повернемся к вам. Сергей Вадимович Степашин, государственный политический деятель, президент Российского Книжного Союза, глава Организационного комитета по вековечению памяти, подготовке и проведению празднования столицы дня рождения Даниила Гранина. Как бы вы объяснили молодым людям, все-таки у нас богато литературой в гениями, я надо сказать, но Гранина стоит отдельно совершенно. Как это объяснить молодым людям? Ну, я бы просто попросил их прочитать Гранина. Что? Ну, начнем с Эдуна Грозу. Это последний двухтомник его прижизненный, где мы принимали участие в его здании, он даже обложку сам обирал. И когда вручал ему Владимир Путин госпремию, мне потом сам Владимир Владимирович об этом говорил, он ему сказал, я хочу, чтобы к нам вновь вернулась инженерная профессия. Вот если молодые ребята хотят быть не только менеджерами, юристами, экономистами, политологами, а то, чего так не хватает нашей стране, инженерами, почитайте Эдуна Грозу, почитайте Зубри, почитайте Искатель. Великолепный русский язык, удивительные вещи. Может быть, не очень современные с точки зрения оценок, хотя, по-моему, современные. А вам кажется, вот по-честному, вот по-честному, молодым людям это будет интересно? А почему бы и нет? Мы плохо знаем наших молодых людей. У меня сын, правда, не очень молодой уже, но он защищал, писал дипломную работу в школе, итоговое сочинение по Зубру, кстати, он с медалью в школу закончил. Тогда он был совсем мальчишкой. А что касается тех, кто хочет посвятить себя военной тематике, и тех, кто любит мой любимый город Ленинград по-настоящему, и кто является патриотом, не шумным, не крикливым, не толпливым, что сейчас, почти сейчас становится модно. Это, конечно, блокадная книга. Вздрогните, друзья мои, вздрогните, узнаете, что такое смерть, жизнь, что такое голод, унижение, голодом. И, конечно, мой лейтенант. Потрясающая книга, написанная Данилом Александровичем уже совершенно взрослым человеком. Это я вам как военный человек говорю. Абсолютно книга молодого человека. В смысле стиля языка и в смысле мудрости мудреца. Поразившая меня. Это же относительно недавняя его книга. Ну, ему было уже за 90. Да, совершенно невероятно. Там совершенно поразительный, если вы помните, эпиграф. Данил Александрович, вы пишете о себе. Ну что вы, это был совсем другой человек. Поразивший меня человек самому себя. Есть еще одна книга о любви. Она как-то не очень раскручена, но она совершенно современная. Там такие описываются эпизоды, как будто Данил Александровичу 20, а не 90 с копейками. Считайте тоже. Я брал у него интервью, когда ему было уже там хорошо за 90, за несколько лет до смерти. Это был абсолютно разумный, абсолютно ясноговорящий и все помнящий человек. Это было совершенно поразительно. И умеющий давать оценки. И умеющий. Но вы знаете, что еще интересно? Вот было со мной согласиться. Мы действительно близко знакомы. Ну почему я еще и здесь? Потому что так мне повезло в жизни. Я был близко знаком с Данил Александровичем до последних его дней. Вы знаете, он удивительно умел говорить. Я вот только два человека таких знал в своей жизни. Покойный патриарх Алексий, наш пастырь, и Дмитрий Сергеевич Лихачев. Взгляд один, улыбка, чуть-чуть юмора, тонкость. Он никогда не навязывал ничего. Он просто смотрел на тебя. Это просто удивительный человек на самом деле. И возраст здесь. По-моему, только игром... Не при чем был. Дмитрий Петрович Бак, литературовец, литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля, член организационного комитета по вековечной памяти и подготовке к приведению праздника столетия дня рождения Даниила Гранина. Вы знаете, Сергей Вадимович, многие вещи уже сказал правильные. Я бы хотел разделить и Сергея Вадимовича, и ваш восторг от книги «Мой лейтенант». Когда были некие торжества, было очередное вручение премии «Большая книга», меня потряс Даниил Александрович. Он сказал, что эта книга не просто молодого человека, а эта книга молодого человека. Она обращена к тем, кто так и не узнал, кто победил. Это удивительная история. На самом деле, те, чью память мы чтим, они умерли настолько, будучи убежденными в правоте своего дела, в том, что победа неминуема, что об этом мы не задумываемся обычно. Вот эта книга меня потрясла именно тем, что она обращена к таким же молодым людям, которые вдруг в начале жизни должны были из нее уйти. Это не может не тронуть современных молодых людей, потому что мы привыкли жить в мире, который комфортен, который чуть-чуть больше с каждым днем должен быть к нам плотно прилегать. А вот что будет, не дай бог, если мы снова, не дай бог, трижды окажемся в ситуации, когда надо будет думать, готовы ли мы прекратить свою жизнь. Даже не хотелось бы представлять себя. Да, допускать это не нужно, но в книге об этом. Белла Алексеевна Куркова сделали фильм к юбилею, да, Даниила Грайн называется «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным». И я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент из этого фильма, чтобы мы увидели Даниила Александровича. Наверное, есть много вещей, которые движут человеком. Жажда славы, корысть, жажда власти. Много разных есть тростей, которым подвергается человек в течение своей жизни. У меня тоже были свои страсти, страсть к литературе, страсть писать. Но что лежит в основе, я иногда думаю, таких вещей? Не только вот эти какие-то чувства, которых потом разочаровываешься, потому что они ничего не приносят. Ну что корысть, как говорят, гроб карманов не имеет. Что это жажда славы, которая так неверна и так изменчива. Но есть одно чувство главное, по-моему, которое не всегда люди понимают и признают, которое лежит в основе, в общем, человеческой деятельности – это любовь. И если есть какой-то смысл вообще в человеческой жизни, то, наверное, этот смысл лежит где-то в окрестностях любви. Белла Алексеевна, вы для меня такая вообще отдельная честь, что вы на нашей программе, потому что для любого телевизионного человека вы такой... Я не люблю говорить человеку в глаза, что он легенда, это как-то странно звучит. Да нет, это не почему. Но все прекрасно знают, сколько вы делали на телевидении, с каким огромным количеством людей вы разговаривали, с самыми-самыми, с самыми великими. Что отличалось, с вашей точки зрения, Даниила Гранина от всех остальных людей? Вот именно как собеседника. Даниил Александрович Гранин, пожалуй, поразил, почему вот в этом фильме я отобрала монологи, почему я сделала на его монологу. Потому что этот человек был великим философом и всегда просил его размышлять. Вот вы знаете, ни у одного писателя я не встречала таких глубоких размышлений, которые были у Даниила Александровича. Касается ли это любви, войны? Он же о войне очень долго не рассказывал. А потом начал размышлять, касается ли это близких, касается ли это того, что происходит в Ленинграде. Вот мне больше всего понравилось, как оценил Михаил Петровский. Мы стояли с Петровским на крыше Зимнего дворца. Для чего? Для того, чтобы рассказать, как в трехсотлетии я уговорила Гранина посмотреть, что происходит в Петербурге во время трехсотлетия. Это было что-то невероятное. И что сказал Петровский? Петровский сказал... С этого начинается вторая серия фильма. Он сказал, для меня, Данил Александрович, сегодня, он перешел в другое состояние. Но он продолжает действовать и помогать нам. Вы что думаете? Это мы что-то придумываем и что-то делаем для культуры? Это он делает. Вы знаете, это очень верно было. Он делает. И он является для меня талисманом города в культуре. Спасибо большое. Сергей Владимирович, я хочу вас спросить, когда произносит это вот Данил Гранин, вот где-то, что первое всплывает в вас в голове? Для меня? Да. Ленинград. Блокада. У меня мама с бабушкой пережили всю блокаду. Гранина ассоциируется с блокадой. Вот лично для Степашина, для ленинградской мальчишки. Потому что я помню эти страшные рассказы от родителей, от мамы с папой. А потом я прочитал блокадную книгу. А скажите, вот это очень интересно, вам рассказывали родители, ну, то есть это из уст 200, а потом берете книгу, то есть это писатель написал. Насколько совпадало то, что говорили родители, бабушки, дедушки, и то, что написал Гранин? Это не совпадало с тем, что мне рассказывали в школе, но это совпадало с тем, что было на самом деле. У меня мама, она жива, ей 90 лет с лишним. Дай бог ей здоровья. Вот. Она не очень любила рассказывать о блокаде. Она награждена медалью за барону Ленинграда. Вот Белла хорошо ее знает, Людмила Сергеевна. Вот. Но то, что она рассказывала о вот этих страшных вещах, самое страшное, знаете, что было? Вот Данил Александрович это точно заметил. Даже не о смерти. Уже в декабре 91-го года перестали ходить, в 41-м годах ходить в бум-умерч. Это голод. Когда человек становится зверем. Зверем. Но город не стал зверем. Город остался Ленинградом. Вот это для меня Данил Александрович, конечно, в первую очередь. То первое восприятие. Ну, а вторая часть, лучше, чем было, Сергей, не скажешь, это глубочайший, умнейший, тонкий человек. Я с ним встречался за два месяца до смерти буквально. И знаете, что он мне сказал? Я спросил у меня, что пишет, Данил Александрович? Он говорит, книгу о счастье. Я говорю, о каком счастье? Человек, проживший такую жизнь. Да, говорит, о своем. Я говорю, Данил Александрович, а в чем счастье-то? Прошел войну, всяческие испытания. Выжил, никого не предал. Пишу книги и с ума не сошел. Вот это и есть счастье. Спасибо Белле за то, что она фильм назвала замечательными словами. Жизнь так коротка, что быть несчастным. Это слова Данил Александровича. Александрович, вот Гранин. Скажите, пожалуйста, Митя Петрович, поскольку вы литературный критик, вас надо... Конечно, я не знал Гранину, сколько лет я его читать, несколько раз встречался, но это абсолютно другой масштаб рассуждения. Вот, поэтому я хочу вас спросить, вот если мы берем советскую литературу, в которой очень много великих писателей, и в том числе там имигрантских, ну вот в этот период, блин, 20-й век, место Гранина, как определить? Вы знаете, у него несколько мест. Сергей Вадимович начинал говорить о том, что Гранин – это человек, который воскресил роль творческой интеллигенции, как это тогда называлось, да, инженерных профессий. Его книга «Иду на грозу» совершенно гениальная. Мы понимаем, что это время, это 62-й год, если я не ошибаюсь, да, самое начало 60-х годов, это время оттепли, так называемые, да, всеобщего потепления, поворота к человеку, и это огромное его достижение. Очень важно, что в центре внимания Гранина человек во всех его проявлениях, любовь, как было сказано в этом прекрасном аналоге, но Данил Александрович и по своей профессии исконной, и по деятельности очень внимателен к технике, к технологии, к тому, как это зависит от вот этих технических реалий. У него есть книга о биологе-любящеме, и это потрясающая книга тоже, да, ну, упоминавшись о Зубр, да, книга о Тимофее Вересовском, он всматривался в те области, в те точки, где сращивается человеческое с технологическим, где сращивается биологическое и нравственное, и всегда умел находить нравственное и человеческое, даже в том, что касается техники. Второе, это война и блокада, это человек, просто являющийся олицетворением вот этого ужаса. Давайте все-таки скажем, что блокадная книга написана вместе с Домовичем. Вместе с Олесимом Домовичем, разумеется. В его инициативе резко подрезанная, она вышла уже в конце 80-х годов той, какой она была написана. Кстати, коль о блокаде мы вспомнили, Германия, приглашение госпожой Меркель Даниила Саныча, его потрясающее выступление в Бундестрахе. Немцы встали, встали. Я не хочу сказать, что они плакали, они не столь сентиментальны. Но это был... Вот мы говорим, а чем можно взять? Правдой. Вообще Гранин, это великий посол нашего Ленинграда, нашей страны, нашей беды. Ну, вообще это невероятная история. Невероятность. Человек, которому за 90-е лет выступает в Бундестаге. Он же говорил, что это поколение промахнувшихся. Я смотрел на тех людей, которые... А вы знаете, что он мне сам об этом рассказывал? Он переписывался с Мерки, она написала ему несколько писем личных. Вот бы найти их. О чем? Он не рассказал о чем? О жизни, о войне, о философии жизни. Мы ведь Меркель видим вот одной, а в письмах она другая. Ну, она Гранину написала. Я не знаю, кому он еще напишет такие письма. Давайте сейчас еще посмотрим Данила Гранина. У нас наш канал, естественно, с большой любовью относился, относился к этому человеку. У нас было несколько программ про него. Давайте посмотрим фрагмент программы «Я помню». Когда перебираешь старые фотографии, возникает странное чувство. Я это или не я? Вот 20-летний солдат, почти дистрофик в обмотках на Ленинградском фронте. Вшивый, грязный, обозленный, бегство, выход из окружения, снова отступление, оружия нет, страх попасть в плен, расстрелы, убийства, гибель ребят. Вот, бездарные командиры. О чем я могу сегодня с ним говорить? А вот совсем другая фотография. Мы на съезде писатели. Вика Некрасова, Женя Стушенко. Я, довольный собой. Успех, слава. Автор вроде бестселлеров. И опять чужой человек, незнакомый. Чем я так доволен? Что я о себе воображаю? Может, и мой. Это интересная вещь, сравнивать и встречаться с самим собой спустя много лет. Это непонимание, и это попытка понять и увидеть себя. Поразительные слова. Можно я скажу? Это записано в моем кабинете, этот монолог. Эту программу я готовила к 85-летию Данила Саныча Гранина. И Римма Михайловна тогда была жива, его покойная жена. Замечательная женщина, которая очень сильно помогала ему во время работы над блокадной книгой. И очень сильно помогала ему, в принципе, вот сидя в кабинете, мы иногда после съемок с ним приезжали. И нейтральный фон там, вот, стеллажи для архива моего. И там в основе своей лежали монологи Гранина. И Гранин действительно вот сел размышлять с этими фотографиями. Он готовился к книге «Мой лейтенант». Он собрался ее уже тогда писать, но все что-то недоставало ему. Вот он перебирал эти фотографии. И это было так интересно, потому что здесь взят кусочек. А он проанализировал всю жизнь. Он даже вспомнил, как он пришел к Фадееву после съезда. Тот его пригласил. И, значит, у них был очень хороший разговор. И вдруг Гранин, уже прощаясь, уходил, значит, сказал, знаете что, вот мы все очень переживаем, что вы пьете Фадееву. Фадеев изменился в лице. Он говорит, я понял, что я натворил что-то несусветное. Но я болела душой, мне так хотелось, чтобы продолжалось его творчество и его деятельность в Союзе писателей. Мы распрощались. Он, в общем, был явно, я говорю, недоволен. А потом вскоре он погиб. И вот вы знаете, вот таких... Застрелился, скажем. Было удар. Я не говорю, а потом он покончил жизнь самоубийством. Вы знаете, Гранин до конца жизни, он, понимаете, был человеком верующим. Он до конца жизни не прощал себе вот каких-то грехов, как он называл. А это он считал грехом? Это он считал грехом, что он так неудачно поразил. Точно так же, как он считал грехом то, что она... Тогда, когда была панихида по Ольге Бергольц, с которой они очень дружили, которую он считал великолепным поэтом. И он не сказал ни слова, а говорили там партийные лидеры. А она мечтала, и он не бросился на защиту Ольги Бергольц, значит, чтобы ее похоронили. Она завещала, чтобы похоронили на Пискаревском кладбище, где ее слова. Никто не забыто, ничто не забыто. Не похоронили ее там. Похоронили, правда, на литераторских мостах. И он переживал по этому поводу? И он переживал до конца. Это есть в фильме, кстати, в Белом Силе. Я взяла в этот фильм этот кусочек, потому что он сказал, я грешен. Ну, грешен я. Он никогда не отказывался от своих неточных поступков. Поразительно действительно был. Поразительно был человек. Этим он меня больше всего и поражал. Я хочу вас возрастно спросить. Вы говорили про выступление в Бундестаге. А как вам кажется, зачем ему это было надо? Это вообще было... Ну, просто напомним, да? Вот человек, которому за 90 лет фронтовик, писатель, писатель, писавший о войне, вышел в Бундестаг немецкий и сказал ему все, что он хотел... Ему это было надо зачем? Как вам кажется? Я у него не спрашивал, честно говоря. Жалко, наверное, надо было спросить на самом деле. Я полагаю, что ему хотелось донести правду. Настоящую правду до Германии, до немцев. И, может быть, вот это мы с ним как-то обсуждали, когда он был в больнице. К сожалению, он травмировал тогда ногу. И вот мы с ним часа два беседовали, к ним в гости приехал. Мне кажется, что он хотел поставить некую точку. Хотя точку невозможно поставить. Это была страшная война, огромные потери. Точку с точки зрения того, что это беда. Война – это не только, а может быть, даже и не столько победы. Извините, что я как военный человек сейчас об этом говорю. Это страшная беда. Ведь он там рассказывал страшные вещи. Как мать… Вот один эпизод он рассказывал. В Германии. Немцы вот терапевшие сидели. Некоторые плакали, кстати. Мать… Умирает один ребятеночек у нее, маленький мальчик. Она его положила между оконами, зимой. Это вот, да. И чтобы спасти девочку, отрезала кусочки и кормила ее. Это ужас. Ты что, мать приняла эту дочку взрослую? Дочка ничего об этом не знала. И вот Эбб этом Дгранин и сказал. Вот это эра милосердия. Ну хватит. Хватит. Давайте вместе мы… Он же к немцам обращался. Меня другое интересует, почему немцы это захотели услышать. И почему они услышали. Вот как бы сегодня нам этого не хватает. Не только в Германии. Скажите, пожалуйста, Виктор Петрович, я думаю, вы, конечно, знаете, что Грайн – это псевдоним. Ну да. А настоящего фамилия Герман. Ну что, поразительно, что он поменял эту фамилию по просьбе Юрия Германа, замечательного писателя. Известного писателя. Известного писателя. Папа замечательного режиссера. Как вам кажется? Вот как Литра? Почему он взял такой псевдоним? Мне здесь видится гранит науки. Может быть, это не так. Не грани жизни? Ну, грани жизни, гранит. Это человек очень тверд. Все-таки грани жизни? Ну, наверное. Вы знаете, вот… Граница, на мой иронии, развалится. Наверное. Наверное. Мне трудно судить. Но много уже и сегодня говорили, и вообще много говорят о том, что это был человек такой негромкий. Не трибунный. Не публичный. Берлашин сказал, философ. Можно я? Да, философ. Сейчас, можно сейчас договорить. Но, тем не менее, человек был требовательный не только к себе. К себе, безусловно. Вот этот акт самообнажения, обнажения боли всей страны перед немцами, это был акт требовательности. Это был акт такой толстовский. Давайте все-таки посмотрим на то, что мы совершили вместе и что мы должны исчерпать. Единственное, Толстого он Бога не трогал. Ну да. Слава Богу. Что вы хотели? На счет псевдонима. Я задала ему вопрос. Данила Александрович, а почему вы отказались от своей фамилии? Вы так любили отца, вы так любили маму, которые остались с Германами. И сестру тоже любили. Он сказал, когда я пришел, вот принес свой первый рассказ Герману в Союз писателей, он работал в журнале, куда и приняли мой рассказ. И сказал, есть одна только деталь в этом двух Германов не может быть в Союзе писателей ленинградском. Поэтому 10 минут вам, это рассказывает Гранин, 10 минут вам на то, чтобы вы придумали псевдоним. Ну, Гранин вышел в коридор, походил по коридору и пришел и сказал Гранин. Я ему задарю вопрос, а почему Гранин-то? Он говорит, это фамилия одного моего родственника, хорошего человека. И я подумал, что это неплохая фамилия для писателя. Спасибо, Алексей, теперь будем знать. Спасибо, будем знать. Спасибо вам большое. Давайте посмотрим еще один фрагмент уже другой программы нашего канала. Программа называлась «Линия жизни». Послушаем Данил Санычу. Моя жизнь после войны сложилась разнообразной. Я по специальности инженер, я работал потом как инженер, потом в научном институте. Но все время хотелось мне писать. И я писал. Вначале я это делал тайно, тайком от жимы писал даже, потому что стыдился этого. Я понимал, что я никакой не писатель. И долгое время среди писателей я чувствовал себя как-то чужим, белой вороной. У меня не было филологического образования никакого. Я не знал, чем отличается там фабула от сюжета и тому подобные вещи. Но очень хотелось писать. Долгое время тоже я не мог выбрать между наукой и литературой. И, наконец, литература пересилила, и я стал писателем. О чем часто жалел. Потому что литература такая вещь, которой реального результата не видно. Книга – это не результат. Книга – это возможность как бы результата. А что такое результат в литературе? Это вообще странное понятие. Мало и никогда, почти редко видишь людей, которые читают твою книгу, знают, что ты написал, поняли, что ты хотел сказать и так далее. Удивительно насыщенный, говорит, человек. Вот я сейчас посмотрел, сколько длится отрывок. Он длится всего полторы минуты. А ощущение, что да, что человек уже в большую речь. Скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, я сейчас приведу маленькую цитату из Александровича. Из нее будет вопрос. В школе, говорил Гранин, мне казалось, что если люди прочли Дон Кихота, Чехова, Толстого, то никто не сможет больше делать гадости. Очень хорошие, ну, романтические такие слова. А скажите мне, пожалуйста, как человек, как книжник, как президент Российского книжного союза. А сегодня книги, вот они как-то влияют на людей? Вот сейчас. Книги Гранина, книги не Гранина. Конечно, влияет. Ну, вы знаете, мы как-то легко относимся к сегодняшней молодежи, считая, что они сидят в твиттерах, айпадах. Даже Патриарх призвал этим не заниматься. Ну, да ладно, не будем обсуждать, кто чего-то говорит у нас по этой части. Конечно, влияет. Влияет, во-первых, на знания людей. Я исхожу из-за этого прагматично. У меня внучке будет 9 лет, вот она через книги узнает жизнь, на самом деле. Второе, конечно... Она читает? Читает, читает, читает с удовольствием. Причем деду читает. А что она читает, извините, не могу я спросить. А мне просто интересно, как она мыслит, что она читает. А что она читает? Конечно, по-первых, детские книги. Естественно. Второе, что касаемо книги, это формирует совершенно другое мировоззрение у человека. И даже умение мыслить, рассуждать, знать язык, общую культуру. Без этого, без книги, ну, человек не полноценен. И это совершенно очевидно. Ну, а в-третьих, вы знаете, у нас шла полемика, мы с вами как-то обсуждали. Это в нашем родном Петербурге, Ленинграде, в книжном магазине «Буквоет». И вот эти удивительные, красивые книги, да, немножко дороговато, конечно. Давайте откровенно говорить, для бабушек особенно. Но это же живая. Ее же потрогать приятно, открыть приятно. Какие сейчас создают великолепные книги. Это же счастье прикоснуться к этой книге. То есть вам кажется, что гаджеты не победят книги? Нет, печатная книга, вот то, что любят сидящие за этим столом. Можно за такой, может быть, немножко рисковатый такой пример или прием. Пускай Белла Алексеевна меня простит, мы с ней старые, добрые, замечательные друзья, еще по Верховному Совету. В чем разница между красивой, умной женщиной, которую ты любишь, и женщиной нарисованной? Вот то же самое книга. Но теплая, которая... Конечно, конечно. Белла, согласны со мной? Да. Ну, вот видите. И поэтому эта вот живая женщина никуда не деться, никуда не может? Ну, может быть, там, где мужчины любят мужчин. Пошу прощения. Это мы не будем корректировать. Мы не рассматриваем, да. Не будем. Мы здесь это все не рассматриваем. Скажите, Дмитрий Петрович, Гранин ушел на войну добровольцем. Это как бы... Не просто добровольцем. Можно я подправлю? Гранин вступил. Он только начал работать на Кировском заводе, наукой заниматься. Он окончил аспирантуру. И он записался в первую дивизию народного ополчения. Это была самая боевая дивизия. Народное ополчение Санкт-Петербурга, Ленинграда, вернее, просуществовало всего 100 дней. Потому что они были брошены, эти плохо вооруженные ополченцы, среди которых был Гранин. От Кировского завода отошел поезд, где ехал Гранин, в сторону Лужского рубежа. У него была просто граната одна. У кого-то были прострелены, то есть пробитые винтовки. То есть вооружения почти никакого. Они недалеко уехали. Налетели немцы и разбомбили. Осталось их всего 15 человек из 900, которые были в этом поезде. И так происходило почти с каждым поездом народного ополчения. Учились они по пути воевать. Они партизанский отряд организовали. Ну, много чего происходило. Но дело заключается в том, что он не доброволец был. Это выше. Он был ополченец. А народное ополчение питерское. Это было особое ополчение. Они спасли на первом этапе город. Хорошо. Данил Савельевич, Гранин был ополченец. Как вам кажется, что делает война с мальчишкой, который сам идет воевать и потом остается жив, проходит. Что она с ним делает? Вы знаете, многое есть свидетельств о том, что война дает, как мне кажется, знание и ощущение общего с другими людьми. Ничем нельзя убедить, что за тобой страна, за тобой город. Даже литература не может это дать. Хотя ребята не Москва за нами. Конечно, это тот же сильный аргумент. Мне рассказывал отец, он жил в Нижнем Новгороде, как он ночью шел мимо моста, который бомбили немцы. И он увидел лицо немецкого пилота, который не стал стрелять в мальчиков. Он увидел просто каких-то ребят, которые ночью наблюдали за этой бомбардировкой. Этот рассказ, папа моего, нет уже, царство ему небесное, но он меня до сих пор пронзает. Это вот какие-то краеугольные ощущения, которые становятся над политикой, над столкновением держав, над столкновением каких-то мировоззрений. Это предельные человеческие ценности. Почему он пошел? Да как же не пойти? Вокруг родной город, вокруг родные люди. Это то, что называется героизмом и является героизмом. И я думаю, что Гранин весь такой. Скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, в одном из интервью Гранин сказал, я во многом не свободен. Как вам кажется, от чего он был не свободен? От обстоятельств, от стороны, от жизни, от власти, от обязательств, которые ты даешь, не можешь выполнить. Он вообще очень критичный был человек, поверьте мне. И многим не нравился, особенно Григорий Васильевич Романов, и те, кто с ним трудился тогда. Особенно после блокады и книги. Да и нынешним не всем, большим начальникам. Он понравился, особенно после его выступления в Германии, после его оценки войны. Кстати, о войне, Андрей. Я-то повоевал немножко, слава Богу. Больше не придется, надеюсь, по крайней мере. Но ведь война многих делает и разными. Лев Толстой после войны написал войну и мир Гранин, блокады и книгу и мой лейтенант. Многих война делает просто идиотами, прошу прощения. Больными людьми, шизофрениками и воинственными людьми. Поэтому война – это школа и испытания для настоящего человека, для сильного, мощного человека. Гранин, пройдя войну, не озлобился. Он ее пережил по-другому и дарит нам вот это свое переживание. Вот это надо ценить. Кстати, почитайте последнюю тетрадь. Я обращаюсь к нашим телезрителям. Там все, что мы сейчас обсуждаем, в его последней тетради. Это последняя его книга. Человеку, которому 98 лет. Бог мой, напишите, попробуйте в 30, 40, 50. Те, кто получает в том числе большие книги, excuse me. Попробуйте вот так написать и сложить. Война его спасла не только физически, но сделала совершенно другим человеком. Мне кажется, это мое мнение, я на грани не ссылаюсь. Просто опыт общения с ним говорит о том, что он научился ценить жизнь, пройдя эту войну. Он все время говорил, какое счастье, что я выжил в этой адской войне. И даже в последней речи я была на вручении ему государственной премии, которая была за месяц до того, как он ушел от нас. И вы знаете, он и там сказал об этом. Он сказал, что какое счастье, что я остался в жизни, что я могу любить, что я могу творить. Вы знаете, его последняя речь, она была произнесена слабым голосом, но она была просто блестящей речью. Она была во имя жизни, во имя любви произнесена. Вот этому он научил, и этому научила его, как ни странно, война. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Петрович, молодые люди, к которым я бесконечно обращаюсь, в частности, просто молодые люди, которым я говорил, что у меня будет эфир программин, они мне сказали, а как же он был честный человек, честный человек, а как он умудрялся быть честным человеком и при этом соответствует советской власти? Он же не врал, не врал, а как это получалось? Что вы им бы сказали? Вы знаете... Как он выстраивал отношения тогда, когда в эпоху цензуры, когда... Вы знаете, в советское время и в любое время человеку дается выбор, да? И все равно есть очень большой диапазон между тем, как вели себя разные люди в это несвободное время. И Гранин ничем себя не запятнал абсолютно, да? Это было время, когда не все можно было делать того, что ты хочешь, но ни в коем случае нельзя было говорить то, что ты не думаешь, то, что ты на самом деле не разделяешь. Это можно было делать. И таких людей много все-таки, это не только один... А он не участвовал ни в каких ужасах, ни в каких травлях Пастернака, ни в таких вот вещах он не участвовал. Вы знаете, ну, более того, даже были случаи, когда он уходил от травли Солженицына, это известный факт, да? И, в общем, Хоре в 1974 году, когда Александр Исаевич, которому 100 лет тоже только что в минувшем году исполнилось, он в этом не участвовал. То есть можно было все-таки отойти в сторону. И, конечно, здесь каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, как сказал поэт. Дьяволу служить или пророку? Дьяволу служить или пророку. И здесь, Данил Александрович, один из самых безукоризненных людей. Сергей Владимирович, вы сказали о Гранине. Это человек, которого можно назвать нравственным отцом страны. Я эмоционально абсолютно с вами согласен. Абсолютно. Или хочу вот тоже. А как это объяснить? Вот почему именно Гранин, вам кажется, его можно назвать нравственным? Не просто вы говорите там эталоном, а нравственным отцом. Ну, ответ очень простой. Те, кто смотрят передачи и посмотрел то, что сейчас говорил Данил Александрович, ну, разве что только слепой или глухой, это не поймет. Если он этого не услышал, то да, о чем мы с вами будем говорить и обсуждать? Это первое. Но второе, это трудно передать. Это надо просто было почувствовать самому. У меня было с ним действительно много личных встреч. Вот Белла Алексеевна тоже рассказывала о своих встречах. Это надо было услышать и почувствовать. А можно? Глубину этого человека. Вот его оценки, может быть, с твоими даже не совпадающими. И то, что он умел говорить правду, которую он сам понимал и чувствовал. Вот мы сейчас обсуждали, да. Кстати, в советское время тоже было разное у нас, между нами. Хотя в советского времени у нас не было. Мы советскую власть так и не построили. Мы избирались с Беллой, кстати, народной депутатой. Под лозунгом Сахарова, Андрея Дмитриевича, вся власть – Совет. Ну, чем закончилось, мы знаем, по 93-му году с властью Совета. Вот. Так вот, почему Гранин, мы говорим, как бы, нравственный урок, как и Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он никогда не переступал черты, он не занимался нравоучением, он говорил, казалось бы, очевидные вещи, но говорил их так, что ты в это веришь. Это как проповедь настоящего проповедника. Казалось бы, очевидные вещи о любви. Что ведь говорит, вы смотрите, что он говорит. Что самое главное в жизни, вот в фильме у Беллы? Да. Это любовь. Бог есть любовь. Это очевидные вещи. Но когда это говорит Гранин, ты веришь. Вот и все. А скажите, можно сказать, что вы чему-то, вот вы как личность, как человек, чему-то у него научились? Вообще, вот такого человека можешь чему-то научиться? Ну, я могу только один простой пример привести. Я помню, он написал небольшую статью о Яковлеве, Алексея Николаевича, которого все считают канадским, американским и иным шпионом. Не все. Большой членом председательного бюро. Я не считал. Я тоже не считал. Он умный, интересный человек. И вот тогда мы встретились на презентации книги с Данилом Александровичем. И так поговорили, тогда еще можно было немножко выпить. Вот, как положено, значит. И он видит, я такой немножко, все-таки отпечаток наложил и власть в какой-то степени. Война, особенно чеченская, самое тяжелое испытание, не дай бог. И он меня вот этот 100% научил одному. Надо быть спокойнее и великодушнее. Это жизнь. Это жизнь. Она может тебе послать еще бог знать, какие испытания. Будь спокойным. Не дергайся. Не мороси. Хорошее ленинградское слово. Не мороси. Столько переживший человек. Да. И когда он мне это говорит, или когда говорил мне, это мой отец, или покойный тесть, герой Советского Союза. Вот это совпадающее. Это жизнь. Не мороси хорошая. Вот это очень точная формировка. Не делай лишних движений. Не делай только то, что соответствует суть и исключением. Вы знаете, самые страшные испытания в жизни? Об этом говорил сам Данил Александрович. На этом все, вы согласитесь. Когда ты противен сам себе, когда ты сам себя внутри сломал, уже все. Это не пора тебе никто. Ни власть, ни бог, ни любовь, никто. Не ломай себя. Вы видели этого человека сегодня? Вот те, кто смотрел сейчас. Он же не сломался. И никого не сломал. Белла Алексеевна, а можно говорить, что вы чему-то научились у Гранина? Абсолютно в полной мере. Гранин тоже был не абсолютно одинаков в своей жизни. Так как мне довелось... В общем, я довольно долго живу на свете. И мне довелось с Граниным работать тоже больше 35 лет. Причем эта работа была постоянной. Когда мы обсуждали самые различные вещи для того, чтобы пить к какому-то диалогу во время съемок. Короче говоря, я видела, как он менялся. Как он становился постепенно. Все, как вам сказать, мягче. Очень много думал о любви. О любви не просто мужчины к женщине. Это тоже присутствовало. Об этом он написал в своих последних книгах. Он тоже этому меня учил. Просто вот мы много разговаривали на эту тему. Я видела, как он общался с женщинами. Я видела, как он общался с людьми, которых он любил и уважал. Это потрясающая корректность. Как он, когда Дмитрий Сергеевич Лихачев стал уже немощен. Но как Гранин трепетно относился к Лихачеву. Он ходил к нему пешком на дачу. Он приходил только для того, чтобы развлечь Дмитрия Сергеевича, вывезти на небольшую прогулку. Вы знаете, он научил меня быть внимательной к людям. Когда ему приходило в голову... Ну вот я начинала говорить о том, что он любил ходить на рынок, выбирать антоновские яблоки. Он запекал их сам. Ему это очень нравилось. И как-то я забежала на этот сытный рынок вот на днях. И вдруг меня останавливает молочница и говорит, ну а как вы живете после Данила Саныча? Она запомнила, что мы вместе ходили на рынок. Так жалко, что он не приходит. Потому что мы столько философствовали. Представляете, человек стоит, продает там, я не знаю, молочные продукты. Он приходил, ряженку покупал. Человек стоит, продает Антоновку. И они вспоминают его с любовью. Он нам столько о жизни рассказывал. И он с такой теплотой к нам относился. Вы знаете, это казалось бы мелочь. Он был очень внимателен в своих отношениях с друзьями и с недругами. И просто он еще к тому же умел прощать. Вот это, пожалуй, одно из главных его качеств. Я даже удивлялась. Я говорю, ну как вы это просили? Он говорит, белочка, поживешь, научишься и ты все прощать. Вот, пожалуйста. Дмитрий Петрович, есть такая цитата у Гранина. Мне показалось, может, вы как-то ее объясните. Большая часть людей не пробует выйти за пределы своих возможностей. За свою жизнь они так и не пробуют узнать, на что они способны, а на что не способны. А как вам кажется, Гранин выходил за пределы своих возможностей? Я думаю, да. В чем? Я думаю, да. И это как раз связано с тем, что мы уже обсуждали в связи с наукой. Да, ведь наука – это очень прямое достижение того, что вчера не было, сегодня есть. Вот он только что говорил при нас, что он очень был рад тому, когда появлялся реальный результат. Да, а реальный результат – это построенный прибор, это решенная задача. Да, и я повторю то, что уже сказал, что, Данил Александрович, как раз вот это такое научное умение, технологический пафос. Ну, мы все помним самые разные книги, ну, вплоть до понедельника, который начинается в субботу, братьев Стругацких. Да, вот этот пафос научного открытия, эврики, да, которое вдруг осеняет тебя знанием. Вот он все это переносил на почву неочевидную для вот таких результатов, на почву литературы, на почву общения, на почву нравственности. Да, он все время выходил за пределы возможного. В этом все дело. Ведь он абсолютно молчащий человек, и не публичный, а с другой стороны, вот, у меня было ощущение, ну, последние 25 лет, когда я время от времени, ну, из зала, конечно, иногда за одним столом сидел, не более, у меня не было личных бесед, когда я видел Гранина, мне казалось, что это вот такое значимое молчание. Да, вот где-то в Ленинграде, в Петербурге живет человек, и очень мало говорит, ну, вот, в фильмах Павла Алексеевна он говорит, своими книгами говорит, но мне просто важно, что он где-то есть. Да, и он своим присутствием меняет контуры мира, меняет эту географию мира, и он к этому стремился, мне кажется. Как вам кажется, Григорий Вадимович, как человек, который хорошо его знал, он выходил за пределы своей возможности? То, что он стал великим писателем, он вышел за пределы своей возможности. Он мог бы стать великолепным инженером-исследователем. У него был прямой путь торпедства в Италию. А он стал великим русским писателем. Вы знаете, я не знаю, почему за Зубр мы его на Нобеле не представили. Вот Зубр, с моей точки зрения, как читателя, как русского советского человека, прошу прощения, достойен Нобелевской премии, а это уже за пределы возможностей. Причем он же ведь написал правду, не огаживая свою страну. Попробуйте-ка вот так вот. Это за пределами своей возможности. А как вам кажется, а вот это что такое? Это воспитание, это родители? Это общая культура. Откуда берется? Мама с папой, безусловно, и воспитание. Ну, Ленинград. Школа, школа. Ну, нас в Москве недолюбливают жители Санкт-Петербурга, поэтому я аккуратнее скажу. И в Москве есть приличные люди. Москвичи настоящие, я имею в виду, как и на других городах. Конечно, это в первую очередь родители, это среда, это воспитание, это школа. А скажите, вот вы с ним много раз общались, вы его так хорошо знали. Он понимал свою значимость? Он понимал, какого уровня? Можно я отвечу словами? Конечно, понимал. Не, а я по-другому отвечу. Белла Синина. Пожалуйста. Белла замечательно в фильме показала про Ольгу Бергольца. Действительно, Андрей Александрович переживал, что он не выступил и не добился того, чтобы ее похоронили на Пискаревке. Вот на ваш вопрос, Андрей, я отвечу стихами Ольги Бергольца. Хорошо? Прекрасно, удивительно. Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним дыханием с Ленинградом, я не геройствовала, а жила. Вот это Гранин. А вы считаете, что он понимал, Белла Алексеевна? Я считаю, что он, понимаете, это та вот тихая, негромкая скромность Гранина. Он не любил никогда демонстрировать себя и свои возможности. Но он понимал, что он личность, от которой очень многое зависит в Ленинграде. Понимаете, на самом деле, он столько сделал для этого города. Ну, начиная с того, что вот памятник декабристов. Вам придет в голову, что это, в общем, если бы не Гранин, этого памятника бы не было. Или там место, откуда в Петропавловской крепости, где стоит знак, поставленный Граниным в 300-летие, придуманный, поставленный, выверенный. У него была великолепная Петровская библиотека, где книги Петра были. Просто нужда в определенное время заставила его продать эту Петровскую библиотеку, где множество было сделано пометок его рукой. Он очень любил Петра по-своему. Но, понимаете, вот он знал, во-первых, потому что он общался с учеными, и учеными, как говорит Марина, его дочь, ученые всегда его окружали. Вот вроде бы их нет, а что-то происходило у Гранин, мгновенно собирались причем значительные ученые, не только Тимофеев Ферсовский, а их много. Вы возьмите, вот «Иду на грозу» книга уж, эталон, казалось бы, а как любил его именитор. Это он притащил его тайно в самолет, чтобы летать на грозу. Понимаете, чтобы потом получилась эта книга. И Гранин понимал, что он хороший писатель, что он личность очень важная для Ленинграда на самом деле. Потому что в этом городе, где было слишком много репрессий, и в огромном, в гораздо большем объеме, чем где-либо, москвичи этого не знают, такого не было в Москве, как было в Ленинграде. И переполняли там очень план. Я знакомилась с архивами, делала много передач о Ленинградском деле и о других делах. Вы знаете, вот Гранин тоже ко всему этому прикасался. И он знал, что такое, как важно проявлять спокойный характер, добиваться потихоньку, вот там сдвинуть место, в другом месте. Удивительно тонкий был человек по натуре. И вот он о многом о том, что он делал для людей, и о том, что он делал для книг, для писателей молодых, для культуры, особенно для культуры Ленинграда. Ведь город в последнее время стал таким, в том числе благодаря Гранину. Очень красивым, очень хорошо проведены везде реставрации. А за этими реставрациями стоят нетихие разговоры в каких-то кабинетах. Случайно узнаешь у того или у нового реставратора, как Гранин пробивал это все. Вы знаете, это останется на века, никуда не деться. Вот сто лет Данилу Санчу, а он, в отличие от многих нас, останется в этом городе на века. Белла Алексеевна Куркова, заместитель главного редактора телеканала «Россия и культура». Сергей Вадимович Степашин, государственный и политический деятель, президент Российского книжного союза, глава Организационного комитета по вековечению памяти, подготовке и проведению праздной столицы одни рождения Данила Гранина и член этого комитета Дмитрий Петрович Бак, литературовед и литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Заканчивая нашу передачу, я, пожалуй, скажу только три слова. «Читайте Данила Гранина». Это действительно имеет смысл. И если говорить про молодых людей, я все-таки очень вам советую прочитать «Мой лейтенант», потому что такой взгляд на войну, кого интересует история, он совершенно невероятный. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. С вами был Андрей Максим. Всего доброго, до свидания, пока.